Микс Ньюс. Добрый день еще раз, я и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу прямо в эфире. Экономист Евгений Зайцев у нас в студии. Я думаю, вы уже догадались, что мы, конечно, будем говорить о влиянии вот этой пандемии и чрезвычайной ситуации в Латвии на экономику. Вчера принято решение правительством о введении чрезвычайной ситуации. Сегодня СИМ это подтвердил. Таким вот образом, именно с сегодняшнего дня, вот Евгения мне напомнила, что сегодня пятница 13, если кто забыл, такая черная пятница, действительно, во многом она черная. Правительство уже успело заявить после совещания премьера и президента Банка Латвии о том, что при необходимости даже для поддержки латвийского бизнеса будет потрачен миллиард. Он имеется, как, я не знаю, резервные деньги, судя по всему, в госкассе. Вам, Евгений, что вы по всему этому поводу думаете, потом уже постепенно будем говорить о ситуации на мировых финансовых рынках и так далее. Я кашляю, но не потому, что у меня коронавирус, а просто я немножко подпростыла. Да. По крайней мере, еще через прямой эфир это не передается, разве только, так сказать, да, по-любому. Ну, начнем, наверное, с этого миллиарда, который пообещал новый глава Центробанка Латвии, господин Казакс. Ну, эти деньги не являются лишними. Это остатки. Действительно, сейчас напугаем радиослушателей, да. Это... Это остатки денег на счетах. И, в принципе, это пара полыком, то есть пара полыком социального бюджета. Так. Это не есть деньги, свободные деньги. Сколько у правительства свободных денег на счетах в Голоскассе, в Государственной кассе, мы не знаем, потому что сегодня 13 число, налоговая инспекция до сих пор не опубликовала результаты сбора налогов за февраль месяц. Ну, может, еще опубликует, несмотря на пандемию и чрезвычайную ситуацию, да. Значит, что мы имеем? Январь месяц был хороший. Правительство об этом радостно докладывало, но это было связано с тем, что это были результаты декабря. Вот, февраль должен быть плохой по доходам, как прогнозируют независимые аналитики. То есть, мы можем уже на это рассчитывать, да? Да, то есть, сбор налогов будет не такой большой, как есть. Он в феврале всегда, он провальный, потому что, в первую очередь, возвращается ПВН переплата, ПВН автоматически возвращается, начинается, в марте начинается возврат по доходу налога с населения и так далее. Это все уменьшает доходы бюджета. Ну, это как бы вот, то есть, господин Казакс, он все-таки не банкир, и он слабо разбирается в финансовых вопросах, и его заявление о том, что то, что мы сегодня имеем, что это какое-то незначительное событие, это непрофессиональное заявление, так скажем. Вот. Я хотела подчеркнуть, вот первое. Закон о чрезвычайном положении в Латвии есть, но никто, судя по всему, может быть военный, только знает, что это такое. Потому что то, что я держу перед собой, заявление правительства, распоряжение правительства о чрезвычайном положении на трех страничках, на двух с половиной, это не распоряжение о чрезвычайном положении, это демонстрация того, что мы пытаемся что-то делать. Но первое правило. Если правительство принимает решение о чрезвычайном положении, вот этот документ должен был быть опубликован во всех информационных изданиях. Ни на Делфи, ни на сайте ЛСМ, то есть Латвия Сабдериска, СМИ, нигде этот документ не находится на первой странице. Я этот документ нашла на сайте Латвийс Вестнисис, и то мне пришлось немножко поковыряться. Это первое. Если чрезвычайное положение, об этом нужно говорить. И информировать каждого жителя. Каждого, и информировать это одинаковым языком. Это первое. Второе. Этот документ должен был быть зачитан неоднократно во всех средствах массовой информации. Как частных, так и государственных. У нас есть государственное радио, у нас есть государственное телевидение. Это должны были зачитывать. То есть не сделано. Тем более, что это очень точное замечание. Есть много людей, у которых проблемы со зрением, они не могут это прочитать. А негде прочитать. И негде прочитать. Я вообще говорю, что обязаны были на радио и на телевидении это зачитать в полном объёме. А не проводить какие-то рассказы. То есть журналисты Латвийского радио, Русского радио, они рассказывают, что здесь написано. Дальше. Если мы углубимся в то, что здесь написано. Здесь нет главного. Что такое чрезвычайное положение? Это чрезвычайные полномочия. Полномочия правительства применять действия, которые должны привести к позитивному результату. и нивелировать негативные события, которые происходят. Что это значит? Если мы хотим остановить эпидемию, которая началась уже, и сегодня было объявлено, что в Латвии уже есть второй случай заражения не приехавшего из Италии, а члена семьи, приехавшего из Италии. То есть началось уже внутрилатвийское заражение. Это плохой фактор. Это фактор, который говорит о том, что мы не выстраиваем антиэпидемистические меры. Эпидемия сама по себе – это мирамида. Достаточно одному человеку заразиться, он заражает окружающих. Это понятно. Мы играем в демократию. И первое, чего здесь не хватает в этом распоряжении правительства, это уровень наказания за нарушение карантина. То есть люди, которые приехали из опасных мест, у них назван двухнедельный карантин, 14 дней, они должны понимать свою меру ответственности, то есть административный штраф, административный арест или вплоть до уголовной какой-то ответственности за то, что если будет доказано, что они кого-то заразили. Здесь этого нет. Некоторые представители правительства пытались чего-то об этом сказать, то мы будем наказывать. Кого и как – непонятно. Это как бы то, что мы здесь имеем. Дальше. Те меры, которые приняты. По сути дела, мы идём по пути так называемых стран демократии. И результат этих действий мы видим в Италии сегодня. То есть рассказывают о свободе воли, свободе действий. Демократия как бы предусматривает свободу поведения человека. Но это неправильно. Свободой поведения человека и как бы апеллирования к его сознательности Италия имеет сегодня что? Уже не отдельные регионы им приходится закрывать. А всю страну. Всю страну. Да? Потому что здесь вопрос такой. С эпидемией можно серьёзно бороться. Как это делать? И насколько это эффективно? Показал Китай. Или мы всё останавливаем, всё закрываем, запрещаем людям выходить на улицу, независимо от их состояния и так далее. Дальше автоматически решаем вопрос снабжения их. Идёт мобилизация армии, идёт мобилизация людей, которые дисциплинированно обеспечивают, чтобы люди сидели по домам и не распространяли вид. Кто заболел того в больницу, кто не заболел или там в лёгкой форме, он сидит дома, он не распространяет. Он даже не вступает в контакт с тем, кто доставил ему продукты. То есть это нам показал Китай. В результате за два с лишним месяца им удалось это свести на нет. Это учитывая, что речь шла о полтора-двух десятках миллионов людей. Населённый пункт. А всего в стране там миллиарды населения. Да, но в Ухане, по-моему, там 11 миллионов живёт. И учитывая, что были праздники, туда приехало людей ещё дополнительно. Им удалось с этой эпидемией справиться? Да, им удалось. Только потому, что были применены вот такие жёсткие меры. Вплоть до того, что мы с тобой как раз говорили, что не было введено, если человек вышел на улицу и, не дай бог, кого-то заразил, он был заразный, то ему грозило 20 лет тюрьмы. Других вариантов просто нет. Нет. Тут силы убеждения, как мы видим, это не действует. Особенно учитывая тех людей, которые отправлялись на эти горнолыжные курорты Италии, уже зная, что там эпидемия. Они говорили, ну мы же заплатили, мы же уже заплатили деньги. Ну что с этим делать? Значит, исходя из того, что у нас принято. Да. Закрытые школы, закрытые учебные заведения. Вышие в том числе, да. Да, незакрытые детские сады. Ну и что дальше? Что дальше? Что дальше? Вот я сейчас сюда ехала, и первый признак закрытых школ я увидела. Клайдо шаберны. То есть просто... Подростки. Просто без дел шатаются, да? Да. Какая борьба с эпидемией? Запереть дома опять-таки. Мы даже население запереть дома не можем. Потому что если каждый задумается, чего делать дома в четырёх стенах квартиры? Ну ладно, приготовить, покушать. Ну хорошо. Убрать. Убрать. Да, ну хорошо. Дальше что? А дальше что? Это же неделя, речь-то не идёт об одном дне. Да. А дальше что? Ну ладно, запасы продуктов как-то можно, допустим, в систему снабжения как-то сделать. А дальше что? Остаётся телевизор. Но по телевизору смотреть нечего. Всё, что нам сегодня навязывают, да, это голливудские какие-то фильмы, где кровь, драки или какие-то глупые ситуации, ситуации, которые у нас другая ментальность. И в этом сегодня можно обвинить президента, который настоял, чтобы закрыли русскоговорящие каналы. Чем они хороши? Да никто там эти политические шоу не смотрит. Это давно даже уже латышские жители возмущаются. Речь шла о том, там идут фильмы, которые близки к нашей ментальности. Более того, мы должны быть благодарны России, которая снимает сериалы про врачей, про пожарников, про полицию. Потому что это система пропаганды, доверия населения к государственным структурам. Которые, если что, придут к тебе на помощь. Совершенно верно. И даже когда мы в Латвии смотрим российский сериал про полицию, которая уже не берёт взяток, мы сознательно начинаем верить полиции, полиции нашей латвийской, про врачей, там, скорую помощь. Мы интуитивно верим нашим врачам. Что можно было сделать? Сегодня нужно было бы по всем программам, во-первых, усилить поток фильмов, которые смотреть, передачи, которые должны быть интересны, наконец-то вытащить из архива все фильмы рижской киностудии, которых днём с огнём не свящешь, и так далее. Потому что всё закрыто. Что делать? Всё, что можно делать, человек может сидеть у телевизора и проводить безумно время. Я вас всё-таки, Евгений, ну не могу, так сказать, не в дополнение того, что вы сказали, вы упомянули президента. Вот, может быть, я не прав, что-то я не заметил. Но вот все эти дни, ещё до ведения чрезвычайной ситуации, простите, кто суетился? Ну, понятно, там, все имя оппозиция, там, эти эпидемиологи выступали день и ночь. Все имя оппозиция не суетился, они суетились по поводу закона о самоуправлении. Да, ну что-то они говорили вчера о том, что надо было ещё вчера там вызвать премьера на ковёр по поводу... Ну, я не об этом. То есть, они были слышны, неважно по какому поводу. Премьер действительно очень часто мелькал на экране вместе вот с доктором-перевозчиком, честь и хвала и так далее. То есть, я к чему говорю? Министр здоровья, да, каждый день не вылезал из экрана. Были все, кроме президента. Вот я за последние две недели, когда вся ситуация эта назревала, президент что-то рассказывал про телевидение, как нужно русский язык там, эти русские передачи закрыть. Потом он что-то говорил, что он обязательно поедет в этот бункер, вот там, где национальные партизаны сидели. Прямо хотел он это сделать 17-го числа. Сейчас вот перенесли с эпидемией. То есть, глава государства по поводу коронавируса вообще не издал ни звука. Вчера только появился 30-секундный ролик, я даже проверил по хронометражу 30-секундный ролик, который заключался, что господа и дамы, ну, примерно так, сохраняем спокойствие, слушаем все, что говорит правительство, это и есть правда, и счастье вам будет. Это все, что мог из себя извлечь господин Левиц за последние две недели. Может быть, я к нему несправедлив, не объективен, я не объективен. Евгения, как вы считаете? Я думаю, что мы имеем, к сожалению, того президента, которого мы, наверное, заслужили. Так. Ну, у каждого народа, те правители, которых он заслужил, это народная мудрость, вековая мудрость и так далее. Вернемся к тому, что делать. То есть нашему правительству, по сути дела, господину Каренчу нужно принять решение. Не смотреть на ту же Польшу и так далее. В Польше есть опыт. Есть опыт так называемой коммунистической диктатуры. Там ничего не поменялось. Они просто партию отменили, и те же чиновники, те же администраторы остались и все прочее. И они сейчас будут решать дальше шаг следующий, да, что делать. Мы, эстонцы, уже четко сказали, эстонский премьер-министр еще, по-моему, в понедельник или во вторник заявил, кризис, однозначно давайте решать кризис. Экономически имеется в виду. Да. Что мы имеем? То есть сегодня вопрос такой, или мы хотим перебороть эпидемию, это значит прекратить всякую активность минимум на месяц. Вот сейчас объявили до 14 апреля. Давайте тогда сделаем полный мораторий на активность. Что это значит? Это значит первое. Школы мы уже закрыли, детские сады закрываем, все государственные, самоправленческие, институции закрываем, переводим людей на получение зарплаты в размере 50% для всяких доплат на этот месяц. Те, кто будет оказывать услуги отдаленно, через интернет, им можно делать доплату. Ну то есть весь госаппарат, все структуры самоуправления переводим на домашнюю жизнь с оплатой 50%. Всех учителей, всех этих работников детских садов, социальных центров и так далее, то есть те, кому мы запрещаем выходить на работу, переводим на 50% оплаты. Дальше идет обращение к частному сектору. Частному сектору тоже предлагается по максимуму сократить объем работы на местах, то есть выход на работу, и разрешаем отправить людей до их ставос, то есть получается возникает… На простой. На простой, да? Да. И разрешаем тоже платить 50% зарплаты, но без уплаты социальных платежей. Если мы не отменим социальные платежи за простой, у нас весь бизнес просто обанкротится, или весь бизнес вынужден будет работать. А работать бизнес не сможет. Если школы закрыты, детские сады закрыты, дети должны быть находиться под присмотром, чтобы они не ходили по улицам. Это как такой вариант. Дальше идет обязательная мобилизация всех студентов медицинских и социальных программ, ускоренное обучение пробам, взимание пробы и выполнение анализа на коронавирус, без всякой мутатни по поводу сертификации, там, аттестации и так далее, потому что сегодня головная лаборатория сказала, что они перегружены и так далее. То, что я говорю, это стандартные меры при чрезвычайной ситуации. У нас есть медики, у нас есть медицинские колледжи, у нас есть два медицинских вуза, Страдания и у Латвийского университета есть факультет. Все студенты мобилизуются, проводят обучение, они обязаны уметь это делать. Их просто здесь обучают, и они занимаются тем, что они берут анализы, и они же готовятся при необходимости на подхвате работать. В скорой медицинской помощи, в больницах, дальше армия переводится на военное положение, полиция переводится на казарменное положение, замес сарги переводится на казарменное положение. Если мы уже говорим о чрезвычайной ситуации. То есть, если мы хотим, нам нужно на месяц остановить жизнь страны. И всех людей, которые приезжают, брать под карандаш. И это достаточно легко сделать, потому что основная масса приезжает через аэропорты, автооста, кто-то приезжает через море, но и остаётся выставить кордоны на дорогах. На дорогах каких? С Литвой и с Эстонией. Там у нас фактически раньше было, по-моему, четыре погранпункта. Всё. Все люди поступают, которые въезжают в страну, обязательный карантин, их ответственность, расписка о том, что они понимают ответственности. Месяц. Нам на месяц нужно остановить жизнь страны. Дальше. Продолжать будут работать магазины. Но магазины должны работать по принципу комплектации доставок. Естественно, будут работать грузчики, будут работать водители, которые доставляют продукты, и будут работать разводчики еды. Таким образом, обеспечив людям, которые будут сидеть дома, 50% дохода, и чтобы бизнес не умер, мы убираем социальный платёж, мы можем фактически на месяц заморозить страну. Это нам даст вот этот резерв, то есть у коронавируса у него двухнедельный инкубационный период. И если мы это делаем сегодня, 13 пятница, то к 14 апрелю у нас есть вероятность больше 75%, что в нашей стране вируса не будет, эпидемии не будет. Но то, что сегодня сделано, это ничего не сделает. Это просто хаос. При бессмысленных государственных расходах на содержание госаппарата, я напомню, что они нам стоят 40 центов с каждого евро уплаченного налога, а всё это, так как речь идёт о мировом кризисе, у нас полностью обваливается. Помимо того, что у нас с января месяца обвалился обычный транзит, не связанный с этим кризисом, коронавирусом и так далее. Да, а с другими проблемами. Да, с другими проблемами. А у нас что происходит дальше? У нас полностью обваливается туристическая отрасль, за счёт которой очень многие жили. У нас общепит обваливается, исходя из этого. У нас обваливаются гостиницы. И все другой смежный бизнес. Гиды, и все таксисты, и так далее. Да, то есть всё это обваливается. Всё это понятно. Всё это обваливается. Евгений Зайцев у нас в студии. Привёмся буквально на пару минут у нас реклама, потом я нёс. Микс Ньюс. Евгений Зайцев у нас в студии. Пытаемся проанализировать экономику финансовую, последствия пандемии и чрезвычайной ситуации в Латвии. Беда, как мы знаем, не приходит одна. Тут и нефтяной кризис, и обвал акций на бирже, в том числе и связанный с коронавирусом. Вы уже в самом начале сказали, что мировой кризис уже идёт. Какие могут быть дальше, не знаю, последствия? Мы можем ли проводить параллели с экономическим кризисом, хотя причины там были другие, но по последствиям 2008-2009 годов. Как вы всё это оцениваете? Не, ну о том, что этот коронавирус, то, что назвали сейчас пандемией, хотя она по объёму не относится к пандемии, и по последствиям тоже не относится к пандемии, по определению. Это всё запустило уже мировой кризис, который страшнее, чем 2014, страшнее, чем 2008 год. Это тот кризис, который мы ожидали, который сейчас выстреливает, об этом просто мало говорят и мало обращают внимания. Но прежде чем говорить об этом, я хотела обратить внимание, что нужно сделать ещё нашему правительству латвийскому. Объявили, что есть деньги, готовы поддерживать бизнес. Какой бизнес и как поддерживать? Надо решить абсолютно элементарные вещи. Пока нам заявляют, что продовольствие есть, но этот кризис, который сейчас мы имеем, он в первую очередь высвечивает, что никакого единого рынка, единения Европы нет. Каждая страна будет выживать отдельно, поэтому задача каждой страны решать проблемы. И на сегодня в Латвии мы имеем практически полный дефицит двух наиболее важных продуктов, которые необходимы для борьбы с вирусом. И сегодня мы нигде этого получить больше в мире не можем. На сегодня в Латвии полностью отсутствуют маски, отсутствуют респираторы. Может быть, в больницах еще маски есть, но для населения этого продукта нет. Ни респираторов, ни масок. То есть, если начинают люди, начинает эпидемия, те, кто заражены, они обязаны носить защитные приспособления, которых просто физически нет. И вторая проблема, тоже связанная с вирусом, на сегодня у нас практически отсутствует средство дезинфекции для населения. В медицинских учреждениях, наверное, еще запасы какие-то есть, а для населения практически отсутствует. Что из этого следует? Что должно делать правительство? Я специально готовлюсь к нашей встрече сегодня. Кое с кем переговорила. Организовать производство средств дезинфекции можно. Правительство должно просто отдать на это деньги. Это не так дорого. И максимальный срок за три недели можно обеспечить начало процесса выпуска дезинфекцирующих средств. И второе, можно, в принципе, тоже можно, организовать производство повязок, масок, которые необходимы. Вот на это правительство должно обратить внимание и принимать решения. Но одна из мер, которые я сказала, нужно весь госаппарат отправить в отпуск с оплатой не более 50% без отбавок. Потому что это позволит сэкономить деньги, которых нету, и не будет у господина Каренча, а не заниматься поисками министра, нового министра экономики, обсуждением каких-то явных новых директив, какой-то зеленой энергии и там подобные вещи. Сейчас мне об этом надо думать. Или мы хотим выжить, или мы будем иметь эту эпидемию вяло текущую порядка трёх, шести, а может быть, и всех девяти месяцев, пока она не закончится в мире. Если вот будет это распоряжение, которое о чрезвычайном положении написало правительство, и которое утвердил Сейм, если будет действовать только это, то мы поимеем эпидемию так долго, пока она не будет побеждена в Европе. Сколько это продлится, это непонятно, но понятно, что не меньше трёх месяцев, а то и все девять. Теперь то, что касается мирового кризиса. Одна из проблем заключается в том, что эпидемия в Китае остановила производство. Не полностью, но частично в некоторых отраслях уже почувствовали дефицит отдельных вещей, но это больше всего связано, насколько я слышала, с автомобильной промышленностью. То есть Ухань специализируется на производстве чего-то для автомобиля. Проблема вторая в связи с этим. Китай восстанавливает своё производство и так далее, но в мире в связи с эпидемией будут падать спрос. То есть объёмы производства, они будут падать. Люди не будут покупать ничего, кроме предметов первой необходимости. Это опять-таки сокращает объём производства. Ну и в-третьих, самое главное, то, что сейчас происходит на финансовых рынках, на фондовых биржах, правильно сказать, мы имеем то, что было в Великой Депрессии. По сути дела, весь фондовый рынок на грани обрушения. Это то, о чём ну как бы аналитики давно говорили, что в мире финансовый кризис 2008 года не закончился, пожар финансового рынка продолжался, его всё время пытались погасить деньгами, и сейчас этот пожар вырывается наружу. То есть, по сути дела, что происходит? Происходит обвал фондовых рынков. К чему это приведёт? Для простых людей это ничего не значит. То, что вот нам рассказывают, там на столько-то миллиардов сократилась стоимость чего-то, кто-то сколько-то потерял. Всё это манипуляция с цифрами. Раньше это были цифры на бумаге, и теперь это цифры в электронном формате, за которым ничего не стоит. То, что необходимо людям, это реальный сектор экономики, реальные сферы производства и так далее. Это всё производилось, производиться будет. Встаёт вопрос, будут ли люди покупать то, что производится. А те, кто жил на доходы с финансовых рынков, на доходы от акций, от игры, на спекуляции, на форекс, на валюте, на спекуляциях, на финансовых бумагах, на криптовалюте и так далее. Вот эти люди, они лишатся всего. Такой кризис в мире был. Ничего тут нового нет. Да, в 1840-х годах, то есть середина 19-го века, тогда первый раз был кризис акционерных обществ, когда обнулили акционерные общества, обанкротили их. Потом Великая депрессия, видимо, 2013-й год. Да, не 2013, 22-й год. 22-й год. Да, 23-й год. То есть сейчас идёт то, что давно ожидалось. Единственное неприятное действие, которое может затронуть Европу и Америку, под маркой борьбы с эпидемией, могут запретить хождение наличных денег. То есть это исключить нельзя, такой вариант, да? Да, потому что деньги являются одним из самых грязных вещей в мире, прямого переноса в смысле слова, да? Да, в прямом смысле, то есть они грязные, они переходят из рук в руки и так далее. Вот Китай тоже с этим столкнулся, но решил проблему по-своему вот в этом регионе Хуань. Они изъяли из обращения все банкноты. Ну, то есть путём зачисления в банкомат. Люди, значит, в банкомат, но они не запретили оборот наличных денег. Из банкоматов выдавались в новые напечатанные купюры, то есть девственно чистые деньги, которые были только с типографией. Таким образом, вот эта грязная часть денег наличных, да, то есть эта микробная часть, она ими решена была проблема. Ну, у нас эксперименты всякие были, достаточно вспомнить историю с Кипром, когда людям на 50% простили их накопление, потому что, то есть такой вариант возможен, запрет на хождение наличных денег, насколько он будет обравданных, я не знаю. если это сделать в Европе, в той же Германии или в Италии, я думаю, что это приведет или во Франции, это приведет к социальному взрыву очень серьезному, поэтому будут на это идти, не знаю, но, к сожалению, наша страна относится к стране, в которой проводятся различные эксперименты, поэтому такое возможно. Ну, не знаю, да, то есть в любом случае то, что мы имеем, это финансовый мировой кризис, цель и задача которого обвалить фондовые рынки, по сути дела, для того, чтобы ввести новые правила игры, сократить количество богатых людей, которые заработают, живут на деньги, которые они не заработали, а на просто приписки на бумагу. Вот это то, что мы имеем. Для Латвии кризис будет выглядеть иначе, то есть если мы не пойдем на то, что я говорила, на меры реальные чрезвычайные меры, то мы будем иметь просто умирание экономики. Что касается сферы недвижимости, банков, как все это дальше будет происходить, какие тут могут быть прогнозы, учитывая опыт предыдущих лет? Не, ну, все очень просто, то есть если у нас умирают те отрасли, которые позволяли жить, то есть речь идет о том, что умирают вся сервисная экономика, которая составляет порядка 70%. Ну, кроме потребления продуктов, имеете в виду? Это сервисная экономика. Сервисная экономика. 75% ВВП обеспечивается сервисной сферой. Это очень много. 25% это производство, да, то есть исходя из этого вся сервисная экономика умирает, понятно, что вместе с ней умирает и все финансовые структуры, все страховые компании умирает, вся сфера недвижимости, ну, как, кто-то выживет, да, но объемы сокращений будут, правительство должно готовиться, и уже мы это знаем, полторы тысячи сокращает железная дорога, ну, Айрбалтик, для того, чтобы сохранить зарплату своего президента, по-моему, у него 20 тысяч в месяц, да, вот, он что делает? У них где-то тысяча с лишним работающих, уже вот последняя цифра была, что 600 отправляют гулять. Кого как? Кого отпуска без содержания? Кого увольняют? По разным данным, 400, 600, нет, уже 600 были названы. Уже 600 последняя, да. То есть, что это означает? Это означает, что господину Каренчу придется вспомнить историю господина Домровскиса, когда у него за буквально полторы-две недели, за месяц, количество безработных выросло до бесконечного количества. Учитывая, что все последние годы была борьба с легализацией зарплат, точно такая же, как она была перед 2008 годом, то в первый раз количество получающих пособия по безработице превысило 25% от количества безработных. В итоге социальный бюджет по выплате пособия по безработице просил в убытках. Тогда, напомню, господину Домровскису пришлось на 10 тысяч сократить численность госаппарата, реально сократить, хотя там очень много было пустых мест. Ему пришлось сократить заработную плату в госаппарате. И это был реальный факт, правда, эту дисциплину платежную выдержали всего лишь полтора-два года. Да, но господин Каренч это придется делать. Если ты помнишь, когда мы с тобой обе встречались, по-моему, в начале года или... Да, по-моему, в январе. Да, и я говорила, что господин Каренч придется врезать госаппарат. Да. Но сейчас ему у него вариантов не будет. Если он продолжит содержать госаппарат, не отправит его в отпуск без содержания или с половиной оплаты без надбавок, еще раз я подчеркиваю, то ему финансы не удержать. Евгения, ну вы же знаете, что происходило в 2009 году, в конце 2008, при правительстве Годманиса, когда был кризис и в том числе связанность Парксбанка, как его решали? Не за счет сокращения госаппарата. Не, ну потом было сокращение. Парксбанк, там была немножко другая история. Там была попытка рассказать о необходимости спасения банка, потому что там якобы находятся деньги государства и самоуправления. Сегодня у нас деньги самоуправления кинули в ПНС-банки. В ПНБ. В ПНБ, да, банки кинули. И в других банках, да, то есть кинули. Таких банков больше нет. Системообразующих, да. Не системообразующих, просто нет таких банков в Латвейске. Тогда это банк был в Латвейске. Да, и там были долгосрочные экономические связи руководства банка с бывшими руководствами Народного фронта. То есть вместе делали независимость, если так уже вспомнить. То есть создавали экономику страны и так далее. Такие связи, они долгоиграющие и трудноразрываемые, поэтому там и спасали. Сегодня все очень просто. Вопрос простой. Или мы делаем чрезвычайное положение настоящее, или все, что мы делаем, это разговоры про бедных. И дальше я не знаю, что будет. Потому что все, что предложили правительства, так называемые льготы по налогам, беззубые льготы по налогам, типа, ну мы вам отложим платежи до июня месяца налог. А дальше что? Ну, простите меня, такие же отложенные налоги были такая же схема была при кризисе, при истории успеха. Ну никому ничего же не простили в итоге. Не простили, это одна из причин, почему Дзинтерс обанкротился. Они же тогда попали в финансовую ситуацию. Им отложили, им не помогли и так далее. Но то, что можно делать, чрезвычайная ситуация, дает чрезвычайные полномочия. То, что можно было бы делать со стороны правительства, в принципе, заморозить на пару месяцев все финансовые кредитные обязательства населения. Дать так называемые реальные кредитные каникулы. Не что банк там рассматривал, дать, не дать кредитные каникулы. А общее всему населению, у кого есть кредиты и финансовые лизинги, замораживаются платежи на три месяца. На время кризиса, потому что у людей реально обрезается зарплата. Многие вообще отправляются в отпуск за свой счет без содержания. То есть, то, что я предлагаю, это, в принципе, такое щадящее. Если разрешить частному сектору отправить людей в отпуск, но если отправить людей в отпуск без содержания, люди озвереют, потому что жрать нечего будет. Это грубо говорю, да? Потому что нет у людей накоплений. Они не выдержат эти полтора-два месяца, да? Им нужно дать хоть что-то. Можно дать 50% от зарплаты. То есть, этого хватит на еду и частично на проплату коммунальных платежей. Транспортных расходов не будет, потому что на работу ездить не надо. Все будут сидеть дома, дома готовить дешевле и так далее, да? Если снять еще, заморозить кредитные платежи и так далее, мы можем обеспечить, что люди выживут. Но частному сектору надо дать реальную льготу. Вот с этой зарплатой, которая платится за дикставос, да? То есть, за простой, разрешить не платить социальные платежи. Причем проконтролировать это достаточно просто, да? Есть система электронной отчетности, по каждому человечку дается сообщение, можно ввести дополнительный код, да? Чтобы бухгалтера сделали эти сообщения, и налоговая инспекция это проконтролирует. Это единственный такой вариант, который может позволить нам решить эту проблему. Так мое мнение, Лич. Я задам вопрос такой, ну, может быть, такое неблагодарное дело, делать прогнозы, особенно в период кризиса, как мы констатировали. Но, тем не менее, мы знаем, что когда был кризис, вызванный совершенно другими причинами, в конце 2008-го, он до Латвии дошел, потом был 2009-й, 2010-й, 2011-й, ну, 2012-й еще тоже, плюс-минус, в 2013-м вроде бы появился свет в конце туннеля. Мы не будем говорить о последствиях этого кризиса. Ну, вот, тем не менее. Что касается этого, сегодня премьер-министр, ну, ясно у него такая задача быть психотерапевтом, он сказал публично, что вы знаете, ну, мы же говорим о кризисе, вызванной пандемией, ненадолго, один-два месяца может быть, вот, какие-то затруднения, потом, вот, как мы справимся с этой вот инфекцией, все как-то нормализуется, потому что экономика сейчас в Латвии стабильна, это не 2008-й год, у нас нет больших, там, государственных долгов, в общем, не буду повторять всю эту речь психотерапевта. Что по факту, как вам кажется? По факту у нас совершенно другая ситуация, кризис совершенно другой вида. Да. Да, то есть, что такое был кризис 2008-го года? Кризис 2008-го года он обрушил финансовую сферу. Именно. И мы знаем, почему, даже не будем сейчас углубляться, не успеем. Он обрушил финансовую сферу, он фактически привел к замораживанию строительной сферы. Да, недвижимость рухнула, все это мы понимаем, да. Но при этом не было затронут ни транспорт, ни транзит, ни туризм, не общепит. Да, люди начали меньше кушать сами, да, но туристическая сфера, гостиницы, все это работало. были деньги, путешествовали, кушали в ресторанах и деньги оставляли. А специфика этого кризиса, что мир перестает перемещаться, то есть, защита... И перестает тратить деньги. Нет. Ну, в какой-то степени. Тратить-то все равно будут, да. Ну, будут, но неотложные меры, да. Но проблема глобализации, что люди слишком много гуляют по миру. Вот это все останавливается. Единственная защита от эпидемии прекратить перемещение людей через границы. Поэтому, пока не будет побеждена эпидемия во всей Европе, да, восстановление, и плюс к этому потом нужно добавить хотя бы полгода ремиссии, когда будет, ну, осознание, что я наконец могу поехать куда-то, да, свобода перемещения, вот эта демократия, свобода перемещения, она сегодня жестко ограничивается. Всеми странами Евросоюз пока не очень жестко, пока рекомендован. Но пройдет еще буквально, может быть, недели полторы-две, и та же Германия, ну, уже Австрия, Чехия об этом заявили, но они слишком близко к Италии, да, запрет на перемещение. Они вводят границы. Все страны Евросоюза будут вынуждены запретить людям перемещаться, если хотят остановить эпидемию. И исходя из этого, восстановление нашей экономики затягивается на неопределенное время. Падение будет быстрое, а вот дальше вопрос. То, что даже Аэрбалтик, который никогда не сокращался, уже объявил, они просто закрывают рейсы, рейсы, и у них просто вопрос такой, джет-пилотов, стюартов и так далее, которые не будут летать, хотя с ними это дефицитная специальность, но они сейчас не будут не нужны никому в Европе. Америка с сегодняшнего дня закрылась на 30 дней. Минимум, я думаю, продлят. Да, да. То есть все, уже жестокий вопрос стал ребром. Поэтому наш президент... Тем более это специалисты узкой, ну, как бы, профессии, направленности. Мы же понимаем, что их не переквалифицируешь в один день летчика, не сделаешь там, не знаю, инженером, условно говоря. Ну, конечно, да. Ну, то есть вопрос очень простой. Президент, наш премьер-министр, к сожалению, его команда не понимает смысла кризиса, который пришел. И это самое печальное, кроме всего прочего. Да, это самое печальное. То есть у нас... И полумеры, вот если мы подводим итоги того, что мы говорили. Это даже не меры, это просто изображение действий. Это изображение действий. Имитация? Да, это как все у нас, имитация. Мы сели и изображаем паровозик, мы не вперед. Вот сейчас, допустим, что еще надо сделать, да? Надо искать экономию расходов денег в бюджете. Остановить финансирование проектов электрификации железной дороги. Остановить финансирование ненужного никому проекта «Райл Балтика». Эстония уже отказалась, сказала, что мы не будем в этом участвовать. Ну, неужели мы не можем последовать фарватере Эстонии? Премьер-министр Эстонии первый в мире сказал, что это кризис, серьезный кризис. Больше не о чем говорить, ребята. Это серьезный мировой экономический кризис. Он сказал, напомню, это в понедельник или во вторник. Мы еще в это не верим до сих пор, да? Естественно, мы не верим. Между тем, сегодня вот только что пришла срочная новость, еще двое инфицированных в Латвии обнаружены после этих тестов. Того общее количество достигло 18. Ну, мы видим, что, к сожалению, пока вирус не остановлен. В Латвии в том числе. Он не может быть остановлен, потому что люди не осознают ответственность. Они не будут осознавать ответственность. Ну, да, я там был, ну и что? Ну, меня пронесло, да? Да, ну, я же еще пока не болен, пойду погуляю. Да, он уже разносчиком заразы является. То есть, только жесткие меры могут это сделать. Только жесткие. И не просто мы как-то будем что-то наказывать. Но жесткие меры, это значит, мы создаем целую систему. Система жизнеобеспечения населения. В кризисный период. В кризисный период, когда улицы пустые, как в Китае показывали. Опять-таки, решаем проблему. У нас нет ни масок, ни инфицирующих средств в достаточном количестве. Масок просто нету. Для населения вообще этого всего нету. Да, и мы не сможем нигде это в мире сегодня купить. У нас есть вариант, мы физически можем организовать это производство. Не сегодня, но если мы сегодня начнем, то через три недели, через четыре недели мы будем иметь это производство. Евгения Зайцева у нас была в студии. Большое спасибо. Спасибо.